Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нас ждет очередная история об изобретателе и его друзьях. Как вы думаете, кто окажется на этот раз в центре внимания? Робот? Сосед Николай, изобретатель? Ира? Ну что ж, могу сказать с полной уверенностью, никто не угадал. Дворник, сантехник? Стоп, 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 стоп. Честно говоря, я бы тоже ни за что не догадался. Не зная, что произошло, это сделать почти невозможно. Поэтому давайте больше не будем гадать, а лучше посмотрим и, конечно, послушаем. Согласны? Тогда я начинаю. Жил-был один изобретатель. Хлебом его не кормит, дай что-нибудь изобрести. И был у изобретателя робот, которого звали друг. А еще соседи Николай и сестра Николая Ира. И вот однажды... Летят утки. Летят утки. Ой! А пилки забыл. Летят утки. И опилки тоже летят. Ути-пути-пути. Балтички. Колька, ты сделал это. Ты настоящий брат. Ир, ну ты чего? Это ж просто, ну Ир. Фух. Как все-таки меня утомляет. Делать покупки. Почему? Тебе трудно носить? Да нет. Ну, а что? Тебе жалко тратить на это время? Ну, в каком-то смысле, да. Но самое мучительное, друг мой, не это. Не это? А что? Меня ставят в тупик слова продавцов. Я им говорю, дайте, пожалуйста, сливочного масла. А они мне, какого? Ну, мне хочется закричать. Сливочного, я же сказал. Ну, а макароны? Ну, макароны, они же и есть макароны. А они меня спрашивают, какого производителя? Ну, понятно. Предлагаю право выбора передать мне. Я уже набрал достаточно информации по продуктам питания и их ассортименту. И составил список предприятий, выпускающих продукцию, соответствующую государственным стандартам. Ну, это было бы просто замечательно, друг. Вот это хорошо. Тогда я был бы спокоен. Думаю, проблему можно считать решенной. Да, да, да. Батон. Еще батон. Друг! Что это? До детального визуального исследования объекта я не в силах дать тебе достоверный ответ. Я направляюсь к тебе. Ну, теперь ты можешь дать мне достоверный ответ? Что это такое? Мда. Кричитинай по-латыне. Царство – животные. Тип – хордовые. Класс – млекопитающие. Отряд – грызуны. Семейство – хомяковые. Ты все сказал? Нет. Я еще забыл сказать подсемейство «хомяки». По всем внешним признакам можно предположить, что это сирийские золотистые хомячки. Какая информация тебя еще интересует? Меня интересует, как это попало на мой стол? На этот вопрос, в данный момент, есть только одно предположение, с вероятностью 99%. Их сюда кто-то принес. Гениально. А, наконец-то! Ну как, вы счастливы? Коля. Я и корм принес, и опилки для подстилки. Так что забирайте даром хомячков, и можете не благодарить. Нет, не надо. Ну, и пожалуйста. Ну, Ира. А что это с Ирой? Сейчас узнаем. Ирочка! Это я. Что с вами? Я... Да она мышей боится и всяких грызунов. Ты не смешно, Николай, прекрати. А это называется мусофобия. То есть боязнь мышей. Честное слово, я ничего с собой поделать не могу. Вот Колька сейчас унес их из дома, а мне все равно повсюду мерещится, что кто-то шуршит там, вот под диваном, на кухне, в ванной. Мне так страшно оставаться дома одной, а? Ирочка, а вы успокойтесь. Посидите у нас. Чего там бояться? Я когда их из дома уносил, пересчитал. Не веришь? Вот смотри. Раз, два, три. Ставьте четвертый. Сбежал. Сейчас мы его найдем. Так осторожно, не разновидите беглеца, его нужно срочно найти. Надо очень срочно. Ищем. Так, так, сейчас. А, о, нашел, нашел. Мне плохо, я сейчас упаду. Не волнуйте, девочка, успокойтесь. Мои слова нашел относились к тому, что я нашел свой любимый карандаш. Я три дня его не видел. Будьте здоровы, пожалуйста. Лучше не пугайте меня так. Хорошо, я не буду. Так где же этот сбежавший грызун? А вон там ничего не шевелится? Под креслом, посмотрите. Вон, 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 вон. Да нет, это дапка. Да, дапочка. Так, Николай, знаешь, я хотел бы, чтобы... А, чёрт, Николай! Я хочу, чтобы ты объяснил, что происходит. Я не понимаю сутью происходящего. Хочу получить от тебя хоть какие-то объяснения. Да, да, я тоже не понимаю. Ну, вы даёте. Хорошо, объясняю. Мы ищем сбежавшего хомячка. Теперь понятно? А, Коля! Я хотел бы, чтобы ты мне объяснил, как эти хомячки попали сюда. Зачем ты их сюда принёшь? Что они здесь делают? Как зачем? Они теперь здесь живут. Я же говорю, это подарок. Коля! Ну, я просто очень хотел завести хомячков. Они же такие славные. А я вот говорила, что безответственным людям нельзя заводить животных. Тем более, грызунов. Да ничего я не безответственный. Просто так получилось. И у Ирки ещё эта мышофобия. Я же не знал, что их надо поить, кормить там, ухаживать за ними, клетку чистить. Сидеть, чтобы они были здоровы, витамины там разные. Как говорил маленький принц, мы в ответе за тех, кого приручили. А если я не могу? Ты виноват, что ли? А эти маленькие создания, они что, виноваты? Раньше надо было думать. Простите, пожалуйста. Да. А можно вас попросить продолжить поиски? Не могу же провести остаток жизни на этом стуле. Конечно, конечно, Ирочка. Да, мы продолжим поиски. Друг, а ты почему не ищешь? На это есть свои причины. Ха, что, ревматизм? Спина зажавела? Какие ещё причины? Нет, я умею считать. Если верить словам Николая, то хомячков должно быть четыре. Точно четыре. Считаю. Один, два, три, и вот здесь четыре. Подождите. Один, два, три, а, вот, четыре. А вы не ошиблись, а? Ирочка, все хомяки на месте. Я могу слезать? Да, конечно, я вам помогу. Давайте. Ой, как хорошо. Друг, что ж ты раньше молчал? Мы тут ползаем, как луноходы, а ты? Я был залит анализом симптомов. А? Друг, что ты имеешь в виду? Друг, наверное, имеет в виду мою боязнь. А, да? Нет, Ира ошибается. Мои наблюдения касались поведения нашего изобретателя. Да, да. А что с ним? А что, что со мной? Я, я абсолютно здоров. Ну, если не считать небольшого насморка, я что-то сегодня расчехался. Ты был здоров до появления этих представителей семейства хомяковых. А что это значит? Это значит, что у него аллергия на хомяков. А? Да. Сначала апчхи, а затем стали слезиться глаза. Апчхи! Вот именно. Дальнейшее развитие событий может быть очень опасным. Вплоть до отёка к венке. А что же делать? Нужно избавиться от причины аллергии. От хомяков. Если их оставить на улице, они же погибнут. А если их оставить здесь, то может погибнуть он. Апчхи! Что же делать? Надо срочно что-то придумывать. Что делать? Кажется, я придумала. А может кто-нибудь ещё захочет их взять? Нужно обзвонить знакомых. Правильно. Ирка, ты гений! Я звоню Костику. Звоню. Надюш, но они же такие... Ну что? Положила трубку. У меня знакомые закончились. Что же делать, а? Зачем я только завёл этих хомячков? Это ж такое серьёзное дело. А я тебе говорила. Нельзя ли их вернуть обратно в зоом магазин? Нельзя, я уже узнавал. Ничего нельзя. Ситуация безвыходная. Безвыходных ситуаций не бывает. Серёжа! Проходи. Дядя Гош, вы уже мне сами говорили. Безвыходных ситуаций не бывает. Надо только хорошенько подумать. Ну, правильно. Ух ты! На этот раз, Серёжа, ситуация действительно безвыходная. А в чём проблема? Понимаешь, Серёженька, один человек легкомысленно взял на себя ответственность за четырёх живых существ, за их жизни. А потом он понял, что выполнять свои обязанности перед этими малышами он не в состоянии, он не может. Так надо было раньше думать. Мы это ему говорили. Ухаживать за животными это очень ответственное дело. И это говорили. Это не пляж, игрушки поиграл и бросил. Очень удачное сравнение. удачное. Нам в кружке зоологов так говорят, что мы никогда не забывали ухаживать за животными. В живом уголке. живом уголке. Ну, да, нам бы таких хомячков туда. Так забирать? Правда? Ну, да. Но я же один донесу. Так я тебе помогу. Правда? Да. Дядя Коль, если вы еще колоний захотите завести, сразу мне звоните. Ну, нет уж, теперь я буду умнее. И это, как его? Ответственней! О! Вот такая история, дорогие мои. Это прекрасно, когда дома есть животные. Не зря их называют братьями нашими меньшими. С ними можно разделить и радость, и печаль. Поэтому всегда надо помнить, что это не игрушки, не вещи, которые можно вернуть в магазин или выкинуть, если они надоели. Это живые существа, о которых мы обязаны заботиться ежедневно, хотим мы этого или нет. и, конечно же, прежде чем заводить себе домашнего питомца, надо очень серьезно подумать, хватит ли сил и времени, чтобы не получилось, как в нашей сегодняшней истории. До новых встреч, дорогие друзья, и храни вас всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok